добрый вечер пятница 20 вы смотрите полярное мнение мы работаем в прямом эфире и называют дорога жизни которая только за два месяца прерывалась несколько раз замирала и снова оживала в парализованном состоянии побывали сотни водителей автотрасса наринмар усинск чуть ли не стратегический объект для нашего региона ведь это единственная дорога которая соединяет нас большой землей в этом году зимник наделал немало шума сначала нетерпеливо ждали его открытия открыли а потом сильные ветра метели дорогу переметала так что проехать не по ней не могли даже большие грузы трассу закрывали чистили а водители и пассажиры высказывали недовольство мол крайний север давно ли мы не можем справляться с погодными условиями сейчас мы попытаемся выяснить в чем причины столь накаленной ситуации вокруг зимника что такое вообще зимник и для чего он предназначен у меня в гостях владимир волков это предприниматель дороги жизни напрямую зависит его бизнес и михаил фомин это руководитель дирекции транспорта и дорожного хозяйства ненецкого округа что ж мы начинаем полярное мнение уважаемые гости можно в студии попросить здравствуйте проходите ну я думаю вы сейчас все слышали начнем наверное вас с вас владимир открыть пожалуйста вы предприниматель дорога жизни от которой вы напрямую зависит это бизнес вот в этом году с чем столкнулись ну столкнулись что зимник в этом году практически не проезжие или плохо проезжие так скажем а вот для начала напомните сколько уже ездить по зимнику большой лет 25 25 лет вот ситуация этого года я считаю первый раз такое такого еще не помню пускай он был не такой зимник не ледовый никакой но он был проезжий всегда для нас были моменты когда там стояли когда ничего не видно было успокаивалось ехали дальше было нормально в этом году я не знаю что такое ну потратили вот если честно много денег много даже если взять рентабельность машина мы считаем даусинская и обратно по топливу 400 450 литров сейчас уходит 900 и около тонны то есть практически у нас съедают все топливо остальное все убыток то есть договора с коммерсантами уже заключен заключены заранее с осени изменить мы их не можем но с другой стороны их понимаем потому что мы также задерживаем поставку продуктов у них выходят сроки и они страдают вместе с нами ну проблема какая камаз это проходит по сути друга проходима но просто и закрывают часто даю закрывают у нас неделю машины простояли это питание это топливо и поломалась машины столько мух что не передать на ваш взгляд дорогу закрывает для чего собственно чтобы успеть ее почистить ну я начну с того что в этом году в этом году за январь месяц у нас на 50 процентов больше выпало осадков чем в прошлом году вот а за те дни февраля которые прошли до 20 числа до 19 числа выборку делали выпало посадку осадков половину больше и метельных дней было только за февраль практически три раза больше то есть практически весь февраль милон дорогу перекрывают перекрывают да потому что ее не успевает чистить вот дело в том что было подготовлено письмо еще начале февраля на руководителя молоко коми то есть компании которая содержит зимние земли с тем чтобы они на предоставили наш адрес пакет документов определенный значит по подрядчикам своим чтобы значит было они предоставили наш адрес схему остановки зимника тему уведомления водителей и коммерсантов кто пользуется зимников ну могу только одно констатировать сожалению пока ответ не получено также с 12 на 13 я сам выжил на зимник в ночь мы уходили с 12 числа отсюда 13 утром вернулись но могу констатировать только одно нехватка техники явно нехватка техника на участке особенно на участке после шаппинг шапки и пункта отдыха шапки и духа риги но ситуация там интересно на самом деле зимние так понимаю обслуживать подрядчик один но суб подрядчиков сразу несколько и техника везде своя на каждом я могу так сказать я могу точно говорить за зимник где имеется ввиду съезд от отсыпки 74 километра до пункта отдыха водителей шапки это техно техно сервис у нас помочь техно север вот и субподрядчик роголовский там один подрядчик дальше это чисто ведомственный зимник чисто ведомственный это лукол коми там я могу говорить только то что по наслышке но там субподрядчики я не могу сказать но я говорю там да там возникли большие вопросы там действительно по всему пути исследованию водителям даже некуда заехать отдохнуть если не считать буровые которые там есть рядом но я не знаю водителей там пускают или не пускают на эти буровые сейчас никуда не пускают заехать а принципе пунктов да вот где водитель мог бы отдохнуть да ну так называем дорожный ремонт пунктов да там нету на всем участке по крайней мере я ни одного не увидел только съезда на брауле то есть по большому счету водители если особенно если ед один попал и не никуда не связаться связи нету на всем протяжении зимника нету вот визнете вас перебью хочется просто понять вот я был недавно на заседании при губернаторе а тогда сказали что зимник по идее предназначен только для перевозки перевозки груза с не для легковых автомобилей может это объект повышенной опасности до данной дороге это ведомственной дороге это ведомство они не включены в дороге общего назначения до соответственно принципе зимник предназначен для перевозки грузов а кому в общем принадлежит ну и участок от харяги и до шапкинского месторождения ну и дальше вернее до пункта отдыха водители шапки это земли лукойла ему вода на для строительства ведомственного зимника вот участок от пункта отдыха шапкинская до начала отсыпки до начала отсыпки там содержит лукойл коми по соглашению с низким там много округа то есть принципе весь зимник да вот который нас интересует до содержится одной организации заказчиком уступает одна организация уголку вот вы сказали что в этом году как раз таки выпало большое количество осадков на и наверное скорее всего вот вы считаете что из-за этого повлияло до земли часто закрывали потому что метели были частые заносило ну вот что я могу сказать по своему опыту потому что получилось мы поехали туда когда не было метели обратно возвращались уже метель была не просто метель была а очень сильная была особенно в концовке вот конец поездки могу сказать по участку зимника который обслуживает индивидуальный предприниматель иголовский там наше мнение но кстати мы направили в лукову коми это мнение подписал кайдалов наше пожелание да мы считаем что там не хватает одного пункта дислокации техник то есть у них дислоцирована техника на съезде соцепки из техника есть техника на тридцатом километре ориентировочно конечно до километра не вычитать на тридцатом километре их него участка то есть последние 10-12 километров при тяжелой погоде ну тяжело трактористу обслуживать их и скорее всего они обслуживаются по остаточному принципу то есть если бы они разместили еще бы там пункт дислокации техники я думаю было бы намного лучшие условия содержания ну а про лукова могу сказать вот тот участок где содержит чисто лукова коми где ведомства наземник до тех и с одной стороны было ну личное количество где-то мы насчитали в районе 25 единиц но эта техника работала в одном месте есть то есть там явно не не расписанность локация техники это одно и явно и нехватка на сегодня вот владимир валерьевич погодные условия проблема погодные условия да нет но как получается если как вы говорите снега два раза больше значит и техники должно работающей техники в два раза больше я вот не считаю число техники я считаю число работающей техник то все напросто увеличивать и как вот допустим могут обслуживать зимних шапкины до сторону хоряги да есть них ни одного опорного пункта нет то есть техника откуда-то появилась а как она может обслужить все 80 километров когда метель но даже у роголовского есть эта проблема да вот тоже бы по идее над увеличивать как вы сказали а там вообще этого нет это сейчас они пролили зимних прямо сверху ой ну водой пролили прямо сверху при первой окепели в машину будут просто падать не сможем есть ну а вот на ваш взгляд раз не хватает техники то вообще кому нужно обращаться чтобы повышали количество техники я знаю что губернатор разговаривал с руководителем техно техно управляющим компания который обслуживает вот весь участок там техно север да руководителям учалась сказал что необходимо повысить количество техники тогда было повышено но все равно случае повторяются как только непогода зимник сразу закрывает ну я не буду сказать насколько она была повышена я могу только судить по своему опыту но маловероятно что она была повышена на участке вот от шапкина на проблемах раз паре да на проблемном участке ну и там правильно сказано да нету ни одного дрп то есть пункт один не только могли бы водители отремонтироваться отдохнуть и так далее там даже дислоцироваться техника нету ни одного пункта дрп то есть техника она где-то стоит на буровых то есть ей надо еще приехать до этого чтобы начать работать вот это время то есть когда она стоит все-таки на таких пунктах да она сразу начинает работать то есть она непосредственно находится на самой трассе а давайте вспомним прошлый год в прошлом году как была обстановка зимника вы ездили в том году снега столько не было нормальный садка и техники не так много было задействовано но просто была зима малоснежная но я не помню что в прошлом году закрывали его на протяжении зимы но когда тепло то обычно закрывает но как-то мы особо на это не реагируем там отрицательно ну тепло понятно закрыли там день-два и опять поехали на тот год нормально мы такие но я считаю в этом году если больше снега больше техники и все работать на вопрос а если вот не секрет какие деньги выделяются на обслуживание в этом году денег не выделялось на обслуживание потому что это делалось по соглашению между ниньским тоннам на округом и компанией лгу то есть в этом году денег выделено на содержание именно зимних дорог не было да уважаемые телезрители напомню мы работаем в прямом эфире это полярное мнение телефон студии 2 11 45 есть вопросы звоните обязательно ответим но и также у нас идет онлайн смс голосования вопрос где поставить инфотабло в последнее время часто стали ходить разговоры о том что людям нужно напоминать о состоянии зимника чтобы они не выезжали на него но и тем самым конечно же не подвергали себя опасности вот на ваше мнение где бы вы хотели видеть информационные табло где было написано что до зимних закрыт до по нему проезжать нельзя да лучше не ехать варианта 3 это поставить инфотабло на лаевожской на повороте на зимник и третий вариант это нигде чтобы ответить необходимо отправить сообщение сообщение на номер 5551 текст на о 5533 текст на о пробел и вариант ответа 1 2 3 мы ждем результатов также мы проводили вот на своем сайте а у нас есть звонок уже до алё здравствуйте алё здравствуйте меня зовут елена я бы хотела знаете к вопрос задать мне вот интересно кто имеет право закрывать зимник потому что столкнулась буквально когда в январе в конце января тем что нас не выпускали с поста ижмы кто имеет право закрывать зимник ограничивать его движение по нему и да спасибо поняли вопрос наверное к вам все таки да кто кто закрывает а кто закрывает решение вообще по законодательству решение о закрытии открытия зимники должен принимать подрядчик который непосредственно работает на этом зимнике он должен принимать решение подрядчик это лукойл это не угол это это техно север которые нанят у него на укол трансстрой да а техно север с подрядчиками трансстрой да которые в них работает на подряде потому что лукойл это заказчик зимних работ то есть трансстрой исходя из погодных условий из состояния дороги должен закрывать и открывать зимние дороги и вот ну вот если можно да вы сказали насчет информационного табло значит было лукойлу наверное дано задание до рассмотреть вариант установки такого табло напротив здания на ринвара нефтегаза это вот на факеле знание что там стояло табло с подробной информацией по содержанию зимних дорог также было направлено письмо за которой говорил там также содержалось требования чтобы не реже двух раз в сутки нам передавали сводки станем зимника чтобы мы могли соответственно докладывать эту информацию до мчс и но мчс мчс ну по крайней мере центре города из бегущая строка да где они сообщают о состоянии зимника но к сожалению дырсу ну понятно наше предприятие она постоянно нам 8 утра 8 вечера докладывать но остальные видно предпочитает самостоятельно мчс докладывать поэтому так некоторая наверное не стыковка идет потому что допустим уже нам понятно что погода начал портится легковой машина останавливать на зимник ну вот и на зимник еще легковых машин на других участках владимир а вы сами были вот в этом году на зимнике я дала ему только поэтому не есть вот мы дала и ездили вот сегодня на жизнь но и как ну не как-то же водоцепка как мы называем тоже слабо проезжие где-то мест 15 пересыпано вот нам встретился кировец с гитарой у него гитара аж подпрыгивает до такой степени на легкая то есть он вообще не гладит просто трактор проехал топливо потратил и все на вы считаете бесполезно работа вообще бесполезно полностью я должен согласиться с этим потому что буквально мы сегодня вечером собирались персу мы тоже обратили на это внимание потому что у нас сотрудник дирекции тоже выезжал сегодня на краснувскую дорогу и на цепь вот и на это обратили внимание что цепка забита забита полностью принципе почти ну для легкого транспорта не проезжая для грузового транспорта проезжая но не очень хорошо значит нам принято решение совместно с исполняющим директора дырсу решение завтра они туда отправляют бригаду как они заверили бушная коротер будет гировец и решали ну я думаю решили положительно должен пойти туда еще и грейдер пусть и это бригада вернее техника не бригада а техника должна полностью пока не закончить всю отсыпку и должна возвращаться то есть они должны рассмотреть вопрос о замене механизаторов туда то есть подвозить людей менять на месте на техника туда уходить не нужно а вот техника которая работает на зимнике она принадлежит только тем организациям которые обслуживают зимник а допустим вот если вот не хватает где ее брать ну если организация выходила на зимнике значит она должна была понимать что да я насколько знаю лукоми провел тендер на выбирая подрядчика и когда компания выходила должна была понимать те условия технические и сопоставлять со своими силами своими финансами возможно своей техникой ставлять наличие техник ну вот я еще раз хочу добавить что все-таки участок который идет от шапки до хоряги это чисто и ведомственная дорога единственное что сейчас вот нам по поручению в том числе и губернатора да мы подымаем проект зимника который когда-то существовал да это чисто зимник который был ни от кого не зависим ни от какой нефтяной компании после 103 километра с прямым выходом на хоряги поселок то есть вот нам дана задача до среди марта проект поднять смотри с этим проектом но проект мы уже нашли сейчас надо отработать и мы занимаемся тем чтобы определиться с маршрутом насколько там хороший маршрут и его естественно будет корректировать потому что участок до шапки у нас пока не сдан то есть немножко на будет зимнюю дорогу длине владимир матович я вот знаю что вы встречались с предпринимателем уполномоченным а по предпринимателям валерием чубровым тогда собралось немало предпринимателей которые ездят по зимнику о чем тогда говорили ну те же самые проблемы поднимали те же самые проблемы ничего нового чего-то удалось добить добились тот раз но как-то увеличили количество техники ну количество опять же говорю работающие техники потому что вот как вы сказали да он должен там на свои силы рассчитывать хотя бы ну он может и нанять технику но с другой стороны можно посадить и доктористов две смены работать то есть способов очень много как эффективность поднять работу можно а то что про короткий вот был разговор вот мы и губернатор пообещал что он вот если он будет вот этот короткий зимний я считаю он нас спасет а что за короткий ну мы его коротким называем для них он длинный для нас короткий ну да у нас в чем разница разница короткий зимник он сумме он будет короче да на 50 километров почти ответственность зона ответственности нескольких округа длинится потому что там уже участка ведомственного зимника не будет просто чисто будет окружной зиме мы ни от кого не зависим мы не в чью ведомственную дорогу не врезаемся мы уходим с на едмара с отсыпки и врезаемся непосредственно на хриги то есть тоже в нашу же дорогу ну и тогда уже будет понятно кто и обслуживает тогда уже мы не будем зависеть от ведомственного зимника потому что вот насколько и мы наслышаны о нареканиях нарекания в основном идут от участка хриги я не скидываю то что и другие участки тоже они не совсем ну не точно идеально да они иногда бывают и труднопроходимый тоже иногда закрывается но по крайней мере там за весь участок будет полностью ответственно мы будем отвечать полностью и за весь участок осеньariestuse нет кого не зависит не будет уже цепочки непонятно да-да-да не будет цепочки будем полностью отвечать же nossa зона ответственности бы это только перспективы или в принципе реальность но я скажу так проект нами уже поднят сейчас мы рассмотрим техническое задание сейчас прочитаю просчитываем насколько он будет точнее мы уже почитали сколько это будет стоить естественно продефлируется в эту зиму конечно его уже не сделать но следующий зимний зимник мы надеемся у него уже по новой дороге владимир вентинович вот все-таки человек уже опытный ездить и больше 25 лет по зимнику говорите что в прошлые годы такого не было раньше как обслуживали видели наверняка ну раньше во первых метель не закрывали метель была зимник не знаю если хоть какая-то видимость есть машина идет работают трактора и все спокойно ездят проблем с не было с этим ну и зимник конечно немного по-другому был устроен он не был ледовым он просто поднимался со временем и поэтому не так переметал ну а вы думаете что сегодняшняя технология немного неправильно нет она правильно просто недостаточно техники работает все только в этом проблема не да и вот нет у них опорных пунктов которые должны растянутого даже если сказать вот по короткому зимнику да вот которыми коротким называю вот мы допустим и там сделали хотя бы три пункта и сделали мы нормальное питание потому что на протяжении вот даже с печоры там есть соколова такой где есть кафе какой-то да слабенько такой где можем поесть и больше нигде нет а так можно было нормально сделать для людей действительно зимника так получается округ зависит очень от лукойла да и подействовать на него не может никак с оголовском щеках то можно поговорить и как бы он человек очень положительно уже дальше напрягется в убытых войдет всяко-разно сделает да вот а дальше уже проблема разговоров разговаривать бесполезно с кем-то ну так и толку ничего не не меняется а вы говорили что у вас машины ехали из усинска со стороны коми неделю до камазы потеряли наверняка вообще там мы даже послали камаз одиночка который вез продукты топлива машина сломалась это хорошо в любом случае у вас была паника вы же звонили наверняка куда-то у нас паники никого не было мы всегда рассчитываем только на свои силы и вот был момент когда мы стрелом отправляли свой трактор болотник он помог пройти машинам и оттуда тоже помог машинам пройти все мы проехали это в этом году а зимник был официально закрыт тогда закрыт был да но с оголовским и созванивались предупредили уж мы все-таки пройдем потихоньку там постараемся не испортить но все мы прошли до конца и вернулись обратно а звонить я просто не представляю куда можно позвонить позвоните пока можно только связаться я могу свой мобильный сказать для связи служит потому что у нас пока дирекция недавно создана мы еще и пока не обжились не секрету на 8 900 11 556 60 50 вот ну так же можно по телефону люди могут что узнать но они могут по крайней мере 8 утра и 8 вечера я по зимнике уже точно информацию получаю потому что мы созванную чуть раньше позже в раньше нет а позже вот я созваниваюсь и том числе и с дрсу и с мчс как минимум созваниваюсь ну вот ну и также по этим телефонам по этому телефону они могут высказать и те же свои претензии и в том числе и к зимнику ну и благо что мчс хоть отвечает говорят ну да потому что кстати единственное чего то что немаловажный вопрос да по идее по всему протяжению зимнику где-то до даже и по цепке до наверно до первой вышки до от города релейной связи нет то есть мы вот не знаем да где находится машина что с ней случилось ушла на зимник одна и что с ней ну кстати только за полтора месяца мчс эвакуировали зимника больше 120 человек это все которые ехали на легковых машинах вот мне кажется зачастую люди на самом деле не понимают просто куда едут метель но они не подготовившись выезжают на земли затем проблемы я могу сказать то что я наблюдал своими глазами 12 числа когда луковский участок зимника он был не подготовлен тем не менее в 11 часов через пижму легковые машины были пропущены проехали или 100 нет мы доехали до пижмы мы были на трикололе на трикололе с поисково-спасательной службы мы доехали до пижмы там немножко отдохнули ну час может быть и поехали обратно где-то в час ночи может позже мы их догоняли естественно они приехали подъехали как раз к этому неподготовленному участку они естественно там остановились начали друг друга дергать вот но не благо там было два поджира по моему джипа и потом мы проехали в колонна большая была машина наверно больше десяти встретили трактора направили туда трактора как мы потом узнали трактора их и продернули до дальше до участка рыголовского уже там более-менее было нормально проходим но более-менее но вот это о чем я перебью вот если были опорные пункты да и техника растянута почаще что вообще бы проблем никаких не было подтащили всех мы поставили вот этих балков было бы нормально это только в этом году ситуация так или в прошлом году была такая же в прошлые годы раньше как-то зимних из-за проезжей было понятно мы там легковые машины выручали всегда где-то кто-то подсел там подернул все дальше поехал в этом году есть вообще не пролазно было я водитель даже пытался машину легко и подцепить хотя вроде камаз не должен чувствовать да можно не идет не тянет пришлось оставить вот просто нам были вы трактора они будут хотя бы ну все люди это нас поставить протащили бы и все как бы ничего бы не связь бы была это само собой и связь бы почаще и было это игру ну представьте вы 84 до помог километра вот шапка и хорея пижма а где отсутствует связь полностью там не то что связь отсутствует много где но там хоть 30 километров да вот на участке до от съезда соцепки до шапкина там хоть один дырп есть еще вначале один болок есть где живут люди да где можно ну обогреться как там 84 километра вообще ничего нету да там только если на буровые на буровые ну я так в принципе предполагаю и вот подтверждает да не пропускать никого то есть как бы людям то все может случиться машина есть машина зимник и зимник да уважаемые телезрители напомню телефон прямого эфира 2145 есть вопросы звоните обязательно на них ответим и уже известны первые результаты голосования я напомню вопрос где поставить информационное табло состоянии зимника 65 процентов считают что на лаевожская 30 на повороте на зимник и 5 процентов 4 процента нигде то есть некоторые люди считают что предупреждать их состояние зимника вообще не нужно и кто не пользуется кто не пользуется я что еще хочу добавить почему два-три года назад такая ну такой вопрос устро зимников не стоял 23 года назад еще нефтяная компания лукойл да они строили на своих месторождениях еще стройка шла репс-трепс по-моему да у них там в том районе месторождение вот и там достаточно было насыщено движение другого накатаны ну да все-таки помимо то что трактора ходят да если но все-таки в машины когда большой поток машин идет они тоже укатывают дорогу вот два-три года назад у них там шла интенсивная стройка вот но к сожалению сейчас такого нет то есть вся весь расчет только на ту технику которую должен содержать и вот все таки я все равно не понял а фатраса наринмар усинск она для чего предназначена для каких целей ну наринмар усинска предназначен для того чтобы сюда можно было завозить груза груза в первую очередь первую то есть и я так насколько понимаю предприниматель есть звонок студию здравствуйте полярное мнение прямой эфир слушаем вас добрый вечер добрый вечер вот надо погода зависит да погода плохая зимник плохой вот но вот и вешки то очень мало вешек по дороге ставят очень мало вешек низкая низовая метель машина уйдет куда его студри пропала очень мало вешек кто принимал зимник кто вешки ставит опять погода не зависит да мы поняли вопрос спасибо слышали я служу сказать да сказал мужчина сказал что вешек очень мало стоит на протяжении зимника и во время метели машина машин часто съезжают кто принимает зимник перед его сдачей его должен был принять заказчик заказчик у колкоме но тем не менее насчет вешек насчет вешек хотелось бы уточнить на таком участке потому что жголовского самого мандерпе не застали но мы обратили внимание старший там был у него на участке мы обратили внимание на то что во время метели действительно вешки стоят редко и чтобы увеличили вернее меньше размер между вешками вот то есть мы на это внимание обратили и на отсыпки тоже дрессу внимание обратили если действительно как бы такие факты есть но было бы хорошо если бы сообщали одних времен потому что мы и на рыголовскую пытаемся выйти на рыголовский благом на линмаре его поймать можно правда он чаще на зимнике бывает связаться иногда но тем не менее его можно поймать ну и дрессу вообще легко там по вешкам то немножко другое там на поворотах на и больше стоять ну да потому что они когда гитарит они их иногда и убирают но это желательно бы чтобы не на поворотах на поворотах на поворотах но просто прямо уезжают да ничего не видно кстати есть у нас интервью человека который вез в наринмар груз и ехал он четыре дня давайте посмотрим что он сказал в итоге дорога очень плохой никто не чистит никто не смотрит не знаем кого жаловаться кого что сказать вот стою без без продукта без ничего сколько уже не ели ну есть то я ел вот водителям помогает а свои продукты уже кончится вот два дня там назад то есть грубо говоря вы на зимнике уже четыре дня стоит четыре дня я стою и сейчас машина не на ходу и добра сейчас это вот машина мне сломался буквально вот сегодня вот в обед а до этого был минимум машина нормала а так то вот дорога не тишина если была бы дорога тишина я бы давно доехал бы на наряду ужасно дорога очень ужасно тоже потому что вот я застрялся забуксовал и поэтому мне вот то что сцепление то все остальные все сломал но ехал получается он со стороны усинска и до ныринмара добрался только через несколько суток сказал что проблемный участок это ближе к усинску там у нас обслуживает компания трансстрой получается как можно посодействовать чтобы поняли проблему и выехали выделили побольше техники тогда действительно мы ехали по тому участку техники практически не наблюдали вообще но письмо уже отправлено это отправлено и она с собой до подписаны когда у пожелания о пожеланиях да мы можем высказывать только пожелания вот эта компания находится в усинске это на римаре не эта компания находится в усинске полностью на римаре к сожалению даже мы не смогли с представителями ни разу связаться настолько сложно но ну не то что сложно просто я не знаю ну как бы компания я так понимаю нас работать чистого нефтяника на содержание зимника да то есть мы для них то мы даже не заказчик это понятно да нейтральный человек а может вопрос тогда получается неужели у округа если есть соглашение на слухой лан нет у них никаких обязательств по содержанию этого зимника какие-то соглашения существуют ну получается опыт на них вообще подействовать никак не может соглашение есть что они должны построить и содержать зимнику все то есть не конкретизируем никакой к нам по факту его нет по факту по факту мы сейчас тоже момент прорабатываем я дно дирекция во первых я хочу пояснить что с 1 января только создана да поэтому она недавно создана вообще организация но сейчас это прорабатывается да прорабатывается законодательная база по которой мы должны зимник содержать потому что достаточно тяжело под подобрать нормативу под зимник под содержание зимника потому что этих нормативов к сожалению ну я бы сказал так вроде нету михаил николаевич а вот подрядчиков лукойл когда брался подрядчиков они вообще вот вовлекают во внимание допустим опыт компании обслуживали они ранее такие объекты мы сделали такой запрос лукойл они проводили тендер мы просили на каких но опять же мы только их попросили документы да мы не можем обязать нам предоставить но вот мы запросили документы да учитывался ли финансовая состоятельность компании опыт работы до наличия техники наличия людских ресурсов мы это все запросили этот запрос был отправлен ответа до сегодняшнего дня могу сказать не получит то есть непонятно транстрой раньше обслуживала подобные объекты не обслуживаю я могу только сказать что я знаю что он обслуживал но обслуживал объекты чисто нефтяник чисто нефтяник то есть как бы объект который бы связывал два города и которого бы зависела города он не обслуживаю но все-таки и ведомственная дорога чисто ведомственная дорога да и немножко наверное дорога от которого зависит но большой степени снабжение города немножко разные вещи у нас еще есть пять минут мне сообщает телефон прямого эфира 21 45 звоните не забывайте задавайте вопросы свои владимир валентинович вы как читаете каких подрядчиков нужно брать вот на обслуживание зимника вот я считаю если будут все-таки вот короткий зимник набрать подрядчиков тех которые заинтересованы в этом зимнике заинтересованы именно они финансово не финансово вот это уже вторая сторона вот если на зимнике уже зарабатывают это совсем не то то есть мы сейчас терпим убытки да я бы допустим согласился его содержать даже по нолям но лишь бы нормально ездить на собираться предпринимателем технику всех достаточно обговорить все первых там это уже столовая опорная пункта все это сделать но мог на общих интересах сделать вот для себя потому что мы главные пользователи этого зимника предприниматель вот у меня один с машин ходит ну как бы считаю достаточно многих тоже немало единиц поэтому он нужен в первую очередь нам потому что мы снабжаем весь город все продукты все остальное это на наших плечах никто другой нам не возит ну все наверное с этим согласны вот у нас надежда только на следующий год после таки нормальный зимник который будет нашим зимник для людей в общем надежда есть ты понимаешь я здесь соглашусь в принципе есть такая такое предложение мы проработан когда проекта что во первых это был бы подрядчик не менее на один год до более долгосрочный во первых что подрядчик понимал каким какая нужна ему техника вот потому что это тоже затраты своеобразные есть подрядчик допустим один год выходит покупает технику а на следующий год другой подрядчик ну тоже так относится он мищик да а если все таки он работать три года три года да ноn понимать для чего он будет покупать технику, для чего он будет использовать, для чего он будет оборудовать ДРП. Вполне возможен вариант, но это, наверное, все-таки мы к началу зимника не успеем. Это отработка зимника, может быть, по конституционному соглашению. Но это, конечно, не быстрый вариант. Сразу скажу. Это надо будет и с предпринимателем в том числе поговорить. Вы готовы поговорить? Мы уже много лет пробиваем этот зимник, но можно этот вариант переговорить. Ну и хотелось бы все-таки, чтобы понимали, да, многие жители города Наримара, что все-таки зимняя дорога предназначена в первую очередь для завоза грузов в город Наримар. Я вас понял, к сожалению, говорят, что время заканчивается. Давайте подъем результаты голосования. Итак, жители Наримары считают, где поставить информ-табло. 77% на Лаевожской, 20% поворот на зимник и 3% нигде. Ну, также мы проводили исследования на своем интернет-сайте. Вконтакте задали вопрос, почему автолюбители НАО продолжают попадать в снежный плен зимника? 61% из 100% считают, что это неудовлетворительное состояние содержания дороги, 22% сложные погодные условия и лишь 17% беспечность водителя. Это те, кто едут, не зная, не зная вообще, куда они едут. Ну, спасибо вам за интервью. Это была программа Полярное мнение. Встретимся ровно через неделю, пятницу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова